Тема урока «Письменное деление на трёхзначное число». На нашем уроке мы познакомимся со случаями деления на трёхзначные числа, когда в частном получается трёхзначное число. Давайте рассмотрим, как выполнено деление вида 132192 разделить на 324. Первое неполное делимое будет 1321. Значит, в частном будет три цифры. Чтобы легче было найти цифру частного, мы делитель заменяем ближайшим разрядным числом, которое меньше его. Для этого мы 13 разделим на 3 и получаем 4. 4 – это пробное число, которое мы будем проверять умножением. 324 умножить на 4, получаем 1296. Производим вычисление. 1321 минус 1296, получаем 25. Остаток 25 меньше 324. Значит, цифра 4 нам подходит. Её можно записать в частном вместо разряда сотен. Образуем второе неполное делимое 259. Чтобы получить в частном десятке, 259 нельзя разделить на 324. Значит, десятков будет 0. И в частном тоже получится 0. Записываем его в разряд десятков. Ребята, при умножении делителя 324 на 0 всегда получается 0. А при вычитании 0 из неполного делимого 259 получается тоже число. Поэтому здесь 0 можно не писать. Образуем третье неполное делимое 2592, которое разделим на 300. Получаем. Давайте рассмотрим другой пример. Надо разделить 272640 на 284. Первое неполное делимое будет 2700. Чтобы легче было найти цифру частного, делитель заменяем ближайшим разрядным числом, которое меньше его. Для этого мы 27 разделим на 2. Получаем 9. 9 – наше пробное число, которое мы всегда будем проверять умножением. Для этого 284 умножаем. Остаток получаем 170. 170 меньше 284. Значит, цифра 9 нам подходит. И теперь ее можно записать в частном, вместо разряда сотен. Образуем второе неполное делимое. Это 1704. Теперь мы 1704 разделим на 200. Получаем 6. 6 – это пробное число. Проверяем его умножением. 284 умножаем на 6. Получаем 1704. Производим вычисление. Остаток 0. Значит, цифра 6 верна. И ее можно... А теперь давайте с вами поработаем по учебнику. Страница 64, номер 315. 122720 нужно разделить на 472. Первое неполное делимое будет 1227. Значит, в частном будет 3 цифры. Теперь мы должны будем 12 разделить на 4. Получаем и берем по 2. 2 – это наше пробное число. Теперь мы 472 умножаем на 2. Получаем 944. Производим вычисление. 1227 вычесть 944. Получаем остаток 283. Этот остаток меньше 472. Значит, 2 цифра нам подходит. И записываем ее в разряд сотен. Теперь мы образуем второе наше неполное делимое. И получается оно у нас 2832. Теперь мы 2832 будем делить на 400. Берем пробную цифру. Это цифра 6. И проверяем ее умножение. Теперь давайте рассмотрим деление на трехзначное число другого вида. 448 574 разделить на 712. Первая неполная дилемма будет 4485. Значит, в частном будет 3 цифры. Чтобы легче было найти цифру частного, делитель заменяем ближайшим разрядным числом, которое меньше его. Для этого мы 44 разделим на 7. Получим 6. 6 – это будет пробная цифра. И ее мы сразу записывать сейчас не будем. А проверим умножение. 712 умножить на 6. Получается 4272. Производим вычисление. 4485. Вычесть. 4272. Получаем остаток 213. Остаток 213 меньше 712. Значит, цифра 6 подходит. И ее мы записываем в разряд сотен. Образуем второе неполное делимое. 2137. Теперь мы 2137 будем делить на 700. Пробная цифра у нас будет 3. И ее мы проверяем умножением. 712 умножаем на 3. Получаем 2136. Вычитаем. 2137. Вычесть. 2136. Получаем 1. Значит, цифра 3 к нам подходит. И ее мы записываем в разряд десятков. Образуем третье неполное делимое. 14. Его мы делим на 0. И получаем в частном 0. Значит, при делении 448 574 и 712 в частном получаем 630. И остаток у нас остается 14. Ребята, давайте мы с вами поработаем по учебнику. Страница 65, номер 322. 87390 разделим на 215. Первое неполное делимое будет 873. Значит, в частном будет 3 числа. Теперь мы 873 разделим на 200. Получаем цифру 4. Она у нас пробная. И проверяем эту цифру умножением. 215 умножаем на 4. Получаем 860. Теперь производим вычисление. 873, вычесть 860, получаем 13. 13 – это у нас остаток. Он меньше 215. Значит, цифра 4 нам подходит и записываем ее в разряд сотен. Образуем второе неполное делимое – 139. 139 меньше 215, поэтому при делении в частном мы получаем 0. Если мы 0 умножим на 215, то все равно получаем 0. Поэтому его записывать не будем, а цифру 6 мы сносим и образуем второе неполное делимое – это 1396. Теперь 1396 нужно разделить на 200. В частном получаем цифру 6. Цифра 6 – это пробное число, поэтому проверяем ее умножением. 215 умножить на 6 – получаем 1290. Производим вычисление. 1396, вычесть 1290, получаем остаток 106. Поэтому у нас в частном получается 406 и остаток 106. Остальные примеры, ребята, попробуйте решить дома сами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...